А вечером работает очень даже подсвеченно, красиво, так симпатичненько. И, собственно, вот эта площадь называется Площадь Мира. Чуть больше года назад ее только построили. Так, периодически здесь всякие мероприятия проводят. У вас здесь будет 5, максимум 10 минут погулять, пофотографироваться и возвращаетесь в автобус. Поэтому, когда вам говорят Саляму Алейкум, знайте, что вам говорят Мир Вам. Мечеть Аль Салям была построена в 2006 году. Строили ее, ну не как подарок, а скажем, как такой реверанс для президента, тогда еще после Мубарака. И до сих пор эта мечеть считается президентской, хотя на сегодняшний день в Шарм-эль-Шейхе есть мечети и больше, и красивее. Но, тем не менее, именно это считается президентской, потому что вокруг нее нет жилых домов, людей молиться приходит мало. То есть президент может спокойно помолиться. Экскурсия вот, а тут интересно рассказывают и шутят часто. Мы приехали в христианскую церковь. Она есть одна единственная в Шарме. И она очень красивая, безумно красивая. Мы только что оттуда вышли. Я вам сейчас покажу росписи. И эти росписи два египетских художника разрисовали за два года. Девушка! Хопикант! Дем! Он бегает за птичками. Пошли играть! Давай, давай, Русь! Птички мы потом их поищем. Пойдем. Они, видишь, с тобой играют, играют. Но надо идти Деме играть теперь. Да? В игровую комнату Дема пойдет? Да! Это такой небольшой ресторанчик на пляже. Мы все дня опоздали на завтрак, проспали и завтракали здесь. Вот, это для опоздавших. И вот наш пляжик. Неплохой такой. Сегодня очень хорошая погода. Слегка ветрено, но ветер очень теплый. Если честно, даже жарко. Если бы ветра не было, я думаю, что мы бы просто сжарились. Мы не домой, Зайка, мы не домой. Мы идем играть. Играть. Играть идем, да. Отель небольшой. Здесь четыре бассейна. Один вот большой, это в летнее время. В летнее время сейчас он холодный. Подогревается всего лишь два. Один детский такой, как лягушатник. И второй взрослый. Я вам тоже его покажу. Сегодня я там буду загорать. Я, в принципе, каждый день почти там загорала. Но иногда хожу и на море. Так. И еще есть два бассейна. Они без фотогрева. Вот эта детская зона. Здесь есть детская площадка небольшая. На самом деле она действительно очень небольшая. Сейчас ее достаточно. Но в летнее время, мне кажется, что ее очень мало. Потому что людей гораздо больше. Папенька. Я к папе помогаю. Давайте скатчем мой синий накид. Давай. Чуть-чуть хочу вам показать место, где обычно загораем. Тут есть такие шатры. Вот. Всегда есть свободные. В основном люди в бассейнах. Но мы с мужем в шатрах иногда. Вот. Там... Сейчас ближе подойду, покажу. С левой стороны бассейн с подогревом. Там в основном играют в алибол. Проходят всякие занятия. Водное поло и тому подобное. Так же тут типа дискотеки. Вот. Кафешки. Стылочки. И с правой стороны. Тут, кстати, ремонт делают бассейн. Тут еще один бассейн. Тут делаю. Ну, вот лягушатник. Лягушатник его так называют. Это бассейн для деток. Он тоже с подогревом. Я обычно ходила туда совсем-совсем вообще далеко. Ну, чтобы вообще у меня не видно не было. Потому что, я же говорила уже, я стесняюсь. Потому что очень много восточных женщин. И они так на меня смотрят. Ну, как-то мне некомфортно. Ну, не то, чтобы там это мне дискомфорт создавало. Но, в любом случае, мне как-то, когда я одна, удобнее. Когда я не купаюсь. Вот сейчас я, например, купаюсь в бассейне. Также сегодня было поло, в общем, акваэробика. В общем, я участвовала. Вот. Но если я, например, просто сыграю и не купаюсь, то я могу лежать еще вот там. Вот. Возле холодного бассейна. Там вообще никого нет. И тоже очень удобно. Вот. Такое место. Там, кстати, вот там вот дальше. Тут же есть лягушатник, но он тоже холодный. Так что, если вдруг думаете сюда ехать, то такую мини-экскурсию я вам провела. Снимать, наверное, видео, полностью показывать отель я не буду. Но скажу, что сюда, в принципе, приезжать стоит. Если вы с детками, то очень удобно. Вот сверху. И сверху это детская зона. То, что я рассказывала. Кит-клуб. Вот он. Он специально внизу, то есть ветра там нет. Что очень тоже удобно. Он не камашет. Что очень удобно. Ну, как я говорила, именно на улице сама детская площадка, она небольшая. Сейчас удобно, потому что деток немного. А когда лето, наверное, деток будет много. Хотя не знаю. Ну, вот сам отель, он небольшой. Он небольшой. Как бы вот за зданием трехэтажным. Продолжение. Там тоже есть бассейн. Вот там вот. Тоже есть бассейн. И тоже такие двухэтажные номера. Что-то так рассказала. Все. А я загорать дальше. С мужем, пока не козелкой играют. Если не заниматься акваэробикой, то, в принципе, можно поправиться. Поэтому я наемся утром, а потом в бассейне занимаюсь акваэробикой и сгоняю из себя все, что я съела. Вот. В принципе, анимация тут хорошая. И вообще мне здесь нравится. Это один из тех отелей, в которые бы я вернулась. Мне действительно здесь нравится. Как тут будет летом, как я уже говорила, я не знаю. Я не люблю, когда много людей. Сейчас людей немного. И вот в этом я, наверное, ловлю кайф. Так что этот отель я советую. И еще ровный рецепт. Сейчас мы обедаем. И я хочу вам показать, как мы обедаем. Раньше мы кушали без мультиков. В данный момент у нас мультики. И можно накормить, в принципе, всем чем угодно. Это наш любимый офисант. Это я заходил Карам. Это я работаю там в Нью-Серло. Я хочу очень приятно от нас. Это очень красиво. Это я на дня очень приятно. Это красавушка с ям. Это девушка. Это я друг. Это я друг. У вас внутри. Давай, давай, посмотрим фотографии. Я сейчас очень люблю вас. Посмотрим там. Хочу бы ехать там в Нью-Серло. Спасибо. Когда отдыхаете, не забывайте про СПФ. Пятьдесят. Важно. Пятьдесят. Мы сейчас, уже темнеет, мы планируем выехать, даже не выехать, выйти за отель. И там где-то в пяти-семи минутах есть такой, как, ну, не рыночек, а такой. Магазинчик большой. Да, несколько магазинчиков. Мы хотим что-нибудь вкусненького купить. Вот. Ну, и просто прогуляться. Потому что до ужина еще два часа делать нечего. И вот мы гуляем. Солнышко уже село, но при этом нет ветра. И очень хорошая погода. Тепло и очень хорошо. Вот. Демка радостный такой. Уже наконец-то мы прошли акклиматизацию, слава Богу. И на днях уже я буду детей купать. Ника уже сегодня купалась. Демку еще не купала. Но мы потихонечку. То есть потихонечку я его раздеваю. Потихонечку мы будем купаться. Я взяла ему халат теплый, махровый. И сразу после бассейна мы будем укрываться, насухо вытираться. Вот. Чтобы не заболеть. Потому что все-таки страшно. А так, в принципе, очень довольны, что приехали. Рады, правда, что приехали. Вот честно. Радует выбор отеля, скажу честно. Действительно, мне он понравился. Он небольшой, но акцент есть на детках. И это очень радует. Это очень радует. Да, малыш? Да. Да, да, да. Ну, как сказать, небольшой? Нет, он небольшой по сравнению с Ника. Просто ты же не всегда была с нами. Мы были в разных отелях. Были такие отели, которые мы даже не могли обойти. Ну, были огромные отели. Этот действительно небольшой. Тут всего четыре бассейна. И территория не сильно большая. Но нам хватает. Да. И очень хороший пляж. Мне тоже он очень понравился. Все, в принципе, я довольна. Давай, мама, вот так сделай. Перед поездкой у меня появился вот такой вот шикарный костюм. Он меня вечерами очень выручает. Я столько комплиментов получаю. Просто супер. И от мужчин, и от женщин спрашивают, откуда, чей, где приобрести. И все спрашивают, что это за значок. Да, сразу так не понять, что это кабанчик. Да. Не, ну, многие же не знают, что это за. Кстати, лифт сенсорный. А? Лифт сенсорный. О, классно. Пойдем проверим. Мы с ней и Куля сегодня, пока демка спал, так накупались. Наигрались, назагорались. Сегодня был очень классный день. Так одеты. Да, жарко так было. Судас припекало очень. И ветром убедит. У нас второй, да? Первый. А, первый. Вот. Еще чуть-чуть кашляет, но это буквально чуть-чуть остаточное. И у меня остаточное. Да. В общем, вот так вот. Оставайтесь с нами, дальше будем показывать, рассказывать. Что только не придумываешь, чтобы привлечь русских туристов. А ты покажи его на СССР. Ага. Это вообще. СССР с экскурсией. Вообще прикол. И какуна матата, и что только нету. Хорошая презентация, красиво тут. Пеправо разложили. Это пенза. А это чай коркадель. Он славится в Египте. Вот так вот делают кофе. Трика. Украина. Украина. Слаба Украина. Ника ковер вяжет. Да. Мама, дай мальчику машинку. Да. Будь мальчик машинкой поиграл. Дай мальчику машинку. Стоять. Не могу, дедушка, не обиделась. Вот так вот проходят вечера перед детской дискотекой. То есть после ужина, после ужина Демка бегает. Мальчик. 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 А мой мальчик, Демка, смотри, вот так мальчик. Пошли к мальчику. Пошли к мальчику. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас Демку будем раздевать. Сегодня очень жарко. да море и будем ножки ему мочить потому что у него топический дерматит на ножках а море лечит камушек им очень нравится бросать камушки в море вот сейчас в общем будем развлекаться маленькая полосатая попа идет к морю моя зуба мама съест эту зубу ему нравится очень бросать камни в море это взрослая девочка почти леди ой большой камушек а ты купальник не брала что-то не загораешь так иди переоденься пойди в номер переоденься у папы в номере дема забрал у доминить ее очки а мы забыли демкины в киеве так что никого пока без очков воду камень молодец мой хороший жопа моя мелкая вот так тут столько всякой живности мы еще правда не нырялись маской вот но мне хватило дайвинг сафари когда-то с акулой я уже всем рассказала об этом но на самом деле для меня это очень-очень то есть когда-то я плавала ну то есть как на яхте мы семь дней уплыли в дайвинг сафари три раза в день ныряли с аквалангами и по маршруту не должно быть акул было а тут она заплыла и в общем я была лицом к лицу к ней вот но она ничего со мной не сделала слава богу хотя как бы инструктора и напугались очень так давай вот так бросать оба молодец мы сейчас находимся у ресторана который на берегу здесь есть такие места для отдыха виде диванчиков и кресел белого цвета очень красиво отлично смотрится прям очень можно наблюдать за морем вот никулька вот это только что фотографировали наш пляж что он еще показать как я уже говорила 3 мне нравится поэтому в принципе я довольна что выбрала именно его с помощью конечно подсказок спасибо лиле девочка которая нас отправила если надо дам ее контакты нашему папе очень идет качелька если бы он увидел что я его снимаю ругался бы 哇 хи 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 и с семкой играют пока мы с никой хотели так говоря все Aber Alfred variation А н Sea Мама, ты будешь участвовать сегодня в фокусе вис или вис второй месяц отеля? Нет. Ой, смотри весь песок. Куда ты песок понес? Дема! Дем, давай сюда, песок. Какой ты весь вообще песок? Ты, 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 ты рассыпь сейчас. Все. Песок нельзя носить. Паша, иди сюда. Сын, иди сюда. Высыпай там песочек. Вот здесь. Высыпай. Пасочка. Удам. Удам. Боже, какой-то грязный день. Папа тебя в песке валял, да? Конечно. Я так и подумала. Как котлету. Панировку выкачивать. Ну, судя по теме, да. Удам. Только что в инстаграме выложила фотографии. От Жени поступил вопрос. Если улететь с маленьким ребенком, то как отдыхать? Вот, например, если у вас нет такой няньки, как у нас Доминика, то есть взрослого старшего ребенка, то это все равно не проблема. В обед, когда вы кладете ребенка спать, почти в каждом отеле. Но вот в данном отеле, где мы сейчас находимся, есть видео няня и радио няня. Вы кладете ребенка спать, оставляете прибор и уходите отдыхать, загорать, купаться на расстоянии 250 метров. Ваша няня сохранит связь и оповестит вас, что вот, если вдруг ребенок проснулся. Поэтому, в принципе, можете лететь и не переживать. С Демкой, например, у нас какой режим? Мы проснулись утром, мы пошли позавтракали. Потом все вместе, всей семьей мы пошли на море. Там в песке покопались, то есть поигрались, то есть развлечения для детей. Они там играются, все. Потом идет детский клуб. Он работает с 10 до 12-30, по-моему, то есть до обеда. Помогает, конечно, нам еще папа, потому что он у нас не любит загорать, он не любит бока отлеживать, как мы, например, с Доминикой. Когда мы малыша своего накормили, положили его спать, наш папа остается спать вместе с малышом. Но если ваш папа также любит бока поджаривать, как, например, мы с Доминикой, то я же говорю, поможет радио или видео няня. Мы с Ника отдыхаем, загораем, потом солнышко садится в 4 часа, то есть 16.00. Мы возвращаемся в номер, как раз Демка просыпается. Вот, мы принимаем душик и идем гулять. Идем гулять или по отелю, или за отель. За отелем, кстати, есть всякие магазинчики, мы покупаем там фрукты. Потом ужин. После ужина начинается детская дискотека. Интернет, кстати, привязан к вашему телефону. Вам дают логин и пароль, и он только ваш. То есть вы заходите и выходите, когда вам удобно. Вот. Это огромный плюс. Это я первый раз встречаю в отелях, и это правда огромный плюс. Вот. И, получается, у меня малой бегает по холлу или бегает, например, в детской дискотеке. Он танцует. Я в интернете делаю разные посты в соцсети. Вот. А потом где-то в 8.30, в 9 мы идем в номер, я его купаю и кладу спать. Я не возвращаюсь обратно. Обычно там Ника остается, она смотрит фаер-шоу. То есть то, что предоставляет Тель, разные шоу-программы. Но к 11 она возвращается. Демка уже в это время спит, я его уже накупала. И мы с мужем просто смотрим телек. По тенте идет Comedy Club или просто общаемся, разговаривают. Едим клубнику здесь, она очень дорогая, очень вкусная, хотя зеленоватая. Вот. Манго. У нас хороший вид. Мы просто болтаем и, не знаю, наслаждаемся отпуском. Потом возвращается Доминика, мы все ложимся спать. Как-то вот так вот у нас каждый день проходит. Поэтому вы не переживайте, если у вас маленький ребенок, все равно приезжайте. Приезжайте и получайте витамин D. Вот. И тут, ну по крайней мере в этом отеле о вас позаботятся. Мне здесь понравилось, и я уже говорила, да, я его рекомендую. Он действительно хороший.